Одна из целей власти — это защищать. И мы можем многое сказать, глядя в лицо человеку. Мы видим, либо они поникшие и расстроенные. Посмотрите, что Павел говорит в Деянии к 20 главе. И очевидно, что Рав Шауль, то есть апостол Павел, он узнал вот это место Писания из притчи, и поэтому буквально то же самое говорит и в своей речи. И мы, как люди, которые находимся под властью, у нас должно быть такое отношение к тех, кто подчинен. И мы должны оставаться под Божьей властью. И смысл подчинения заключается в том, чтобы не находиться под властью, просто которая доминирует. напротив, вот эти взаимоотношения с властью означают, исходя из того, что мы сейчас считаем, что мы становимся под защиту власти, а не под его просто доминирование власти. Как будто бы стать под зонтиком во время дождя. И когда выходим на улицу, то зонтик защищает либо от солнца, либо от дождя. Если же закрыть зонтик, то тогда можно либо обгореть, либо намокнуть. Помните, вчера было первое царство 5.23? Там написано, что, помните, что непослушание или бунт – это такое же грех, как колдовство. И в этом месте Писания мы видим, как Самуил говорил о Сауле, пророчеству. Он сказал, что послушание лучше, чем жертвы. Но бунт, он сказал, это как грех колдовства. И в каком же отношении вот бунт похож на колдовство? Точно так же, это как зонт. Когда мы выходим из-под зонта, то мы как бы открыты для внешней, для окружающей среды. У нас нет защиты. И другими словами, то есть, опять же, бунт – это как колдовство. В чем заключается колдовство? И колдовство заключается в том, что есть непосредственная связь или контакт с силами тьмы. И почему же тогда бунт, он выглядит как колдовство? Потому что мы выходим из-под Божьей защиты. И тогда мы становимся под влияние доминирования демонических сил. И поэтому Самуил сказал, что бунт – это как колдовство. Потому что вот это вот бунт – это как есть общение с духовной бесовской реальностью. И мы должны желать быть под властью духовной Божьей. Борис, I believe you're reading Proverbs 30, verse 17. 30, verse 17, притчи, Боря, у тебя. Насмехающиеся над отцом и пренебрегающие покорностью к матери выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлинные. Что означает это в миру? Я думаю, что Новый Завет на случай, что свет в глазах – это отображение света в сердце. И то же самое вот здесь описано в Танахе. Тот, кто, как бы, противится родителям, бунтует против их власти, это как будто бы жизнь забрали из их глаза. И есть тьма в их сердце. Когда нашей дочери было пять лет, мы учили ее этому местописанию. И мы говорили, будь осторожна. Остерегайся людей с, ну, как бы, темным или, ну, как бы, взглядом, как бы, вот, тьмы, что ли? Вы понимаете, или это сложно? Вы можете продолжать, пожалуйста? Да. Я объясню, что мы имеем. Потому что она не понимала много о discernment, но она, как пять лет, могла сказать, что кто-то, кто-то не имеет свет в их глазах. Она не могла определять разные вещи, но она четко видела, когда у людей не было Божьего Света во взгляде. Я помню, как мы пошли в ресторан и собирались поесть. И она начала плакать. И она начала плакать и сказала, что мне здесь очень некомфортно, потому что человек, который сидит позади нас, у него очень темный взгляд. И даже в пять лет она могла различить, что у кого-то во взгляде есть бунт. И те, кто находятся в бунте против родителей, это как будто бы жизнь выяли из их глаз. И когда, например, кто-то лежит в пустыне и умирает, или когда животное лежит в пустыне, и вороны и вороны слетаются и так вот прыгают вокруг. И они не знают, например, умерло ли животное или нет. И куда они в первое место, в которое они клюют? Они в глаз клюют. Потому что если ты жив, то ты начнешь бороться с этим. И первое, что они выедают, это глаза. И это очень сильное местописание о неуважении родителей, что это, как будто бы потерять свет в глазах. И единственное место, которое говорит о возрасте Иешуа между годом и 30 годами, это то, когда он говорил о власти, с родителями общался о власти. И вопрос был в том, должен ли он следовать воле Отца и быть как бы в его деле. Или он должен покинуть храм и пойти с родителями и быть послушным им? Луки 2. Артем. Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова его в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрастал и в любви у Бога и у людей». Ешуа пошел с родителями и был послушным им. И сказано, что он возрастал в благоволении у всех людей. И мы также вырастаем в мудрости и благоволении у людей, если мы учимся подчиняться той власти, которую Бог делегировал, быть над нами. Первая цель – это защита. Вторая цель – это исправление. Римлянам 13, 3-4 Ирина 1 Петра 2, 13-14 Ирина 1 Петра 2, 13-14 Ирина 2 Петра 2 Петра 3, 15 2 Коринфянам 13.10 Запишите себе просто 1 Петра 2 1 Петра 2, 13-14 Притчи 18-21 Да, кажется Нет, там нет Я спрашиваю себя, извините Это хорошо для сейчас Хорошо Я дала 3-1? Или нет? Да Хорошо Каковы цели исправления? Поговорим о целях исправления Римлянам 13.3.4 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч Он Божий слуга, отмститель в наказании, делающим злое Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству Для Господа царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее Научи правдивого, и он приумножит знания Игорь Путь глупого прямой в его глазах Но кто слушает совета, тот мудр То есть мы знаем, что есть цель защиты, есть цель исправления И мы только что четко увидели, что одна из целей власти — это наказывать тех, кто творит зло Какой наш ответ на власть? Или реакция на власть? Мы должны быть мудрыми и быть открытыми на то, когда приходит ситуация, где Бог нас исправляет Мудрый прислушивается к исправлению, прислушивается к совету И мудрый человек, он прислушивается к обличению Давайте все вместе откроем Галатам 6 Братья, если про кого-то откроется, что он повинен, в каком грехе То верните его на путь истинный Вы, кто возвышен духом Но делайте это по-доброму и следите за собой, чтобы не вергнуться в искушение Это сказано тем, кто имеет власть Мы должны исправлять по-доброму, мягко Потому что в его переводе особенно сказано, что иначе вы можете подвергнуться искушению Делать то же самое, в чем вы исправляете Цель исправления — это восстановление всегда И исправление не призвано для того, чтобы унизить человека Или просто сказать о том, какой он плохой Но мы ищем того, чтобы духовно восстанавливать людей И должно это быть сделано в духе доброты и мягко Ефесянам 6,4 Родители же, не вергайте ваших детей во гнев, а растите их в согласии с учением и наставлениями Господними То же самое касается родителей Нельзя вергать детей в гнев или нельзя их раздражать Есть время, когда, конечно же, нужно исправлять И мы должны делать те вещи, которые не выводят из себя наших детей Иногда, к сожалению, я вижу родителей, которые очень ревностны по Богу Но они налагают на своих детей такие ограничения И такие жесткие им условия ставят, что у них просто нет шанса быть хорошими И они из этого злятся и разочаровываются Еще одно местописание в отношении исправления 2 Тимофея 2,24-26 2 Тимофея 2,24-26 Слуга же Господний не должен спорить, а должен быть приветлив ко всем Быть искусным в наставлениях и терпеливым Если мы лидеры Если мы являемся властью Мы должны быть приветливыми и мягкими ко всем И были времена, когда Иешуа был очень прямым Но такое происходило очень немного раз Но он реально осознавал, что он был справедлив И это было дело справедливости 25-й стих Он должен оставлять своих противников с мягкостью В надежде, что Бог дарует им покаяние к познанию истины Они образумятся и избегут сетей дьявольских В которые они были пойманы, чтобы исполнять волю дьявола Это очень сильное обещание И здесь сказано, что если мы, как слуги Божьи, будем исправлять людей Очень терпеливо и мягко В смирении Если мы так будем делать Сказано, что возможно Бог может даровать им покаяние Мы сами по себе не можем привести людей к покаянию Бог приводит людей к покаянию Но мы можем приготовить благодатную почву или атмосферу Если мы будем исправлять мягко Терпеливо Будем способны объяснить, о чем мы говорим и учим И будем смиренными Не горделивыми Я лидер И я делал много ошибок Исправляя людей в прошлом И бывают ситуации, когда люди вас провоцируют Кто-то упрямый Или они действительно глупые И я мог просто прямо в лицо Прямо в лицо говорил Но никакого эффекта от этого положительного нет Наоборот, они только еще больше излятся И выходят из себя от этого Помните Моисея в пустыне? Он терпел и выносил столько ропота от детей Израиля Они постоянно жаловались, постоянно были упертыми И он разочаровался И Бог продолжал действовать через Моисея Но помните, Бог дал Помните, Бог дал конкретное Повеление Моисея Ударить по скале и будет вода Но сказано, что Он очень сильно разозлился и ударил скалу И Бог дал, как и обещал, воду людям Но сказано, что так как Ты не почтил Меня как святого перед людьми Ты не войдешь в землю Тот же самый принцип во 2 Тимофея Если мы не делаем нашу часть Отображая Бога святого В мягкости, смирении и учении Бог тогда не имеет доступа для того, чтобы исправлять бунт в людях Потому что Моисей тогда не отражал, не отразил Божье сердце в отношении людей Поэтому Ему не было позволено войти в землю орбитованную Если бы Меня осудили по тем же стандартам Меня бы уже, наверное, молния давно ударила То есть, как будто бы Я был еще ожесточеннее, чем Моисей в своих обстоятельствах Я не понимаю всего Я благодарен за Божью благодать, любовь и прощение Но я считаю, что мы как лидеры, имея людей, которые ответственны перед нами Может быть, некоторые из вас находятся только в процессе подготовки к тому, чтобы стать лидерами, чтобы повести людей Может, у вас сейчас только несколько людей Но мы хотим быть хорошими, правильно распоряжаться властью Мы хотим быть защитниками для тех, кто под нами Мы хотим быть готовыми исправлять в правильном духе, когда нужно И мы хотим быть готовыми принимать исправление правильно Потому что мы смотрим на... Потому что либо мы смотрим на человека и его трон Либо мы смотрим на мужчину или женщину Третья цель – это похвала и назидание Микрофон, можно? Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее То есть мы читаем, что ответственность власти – это также назидать людей И, ну, как бы, помогать им быть лучше 2 Коринфянам 10.8 Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию А не к расстройству на вашему То не остался бы я в стыде Он призвал нас назидать людей, а не унижать их Окей Тринадцатая глава 7.10 7.10 Verse 10 Yes, 13 verse 10 Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употреблять строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению У Павла была огромная власть, но она была не для того, чтобы разрушать жизни людей Но она была для того, чтобы ободрять людей, чтобы созидать их 2 Петра 2 Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа царю ли как верховной власти, правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро То есть, нужно хвалить тех, кто делает хорошо что-то Вита Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его Наш язык имеет тоже силу И мы хотим, чтобы появился добрый плод от тех вещей, о которых мы говорим И как власть мы должны созидать, назидать людей и помогать им Некоторые люди говорят, не хочу их перехваливать, потому что еще загордятся Это вообще неправда Пусть эти люди, как бы, это между ними и Богом, но я буду все равно следовать Писанию и буду хвалить людей Я не Дух Святой для людей И когда нас хвалят Какой наш ответ? Посмотрите в Иакова 4, 6 Сказано, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать Мы должны показывать смирение Говорить спасибо Я помню, однажды я видел сестру, которой был прекрасный голос Она пела песню И кто-то сказал, это было чудесно, спасибо, у вас прекрасный голос И она сказала, это все Бог, Бог, все Бог И он сказал, не, ну настолько хорошо вы не пели, конечно Поэтому нам нужно говорить спасибо Слышали, как люди так делают? У вас хорошо получилось О, нет, 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 все Иисус, это Иисус, все, все Он сделал Просто научитесь говорить спасибо, будьте смиренными Бог дает благодать смиренным Если Бог дает нам благодать, то мы должны быть тоже благодарными Брат Уэйн, спасибо за это Спасибо Будьте благодарными Если люди вам делают комплименты, будьте благодарны просто Иногда, когда делаете комплименты людям, они как будто бы не хотят просто это признавать Это как, ну, какая-то слабость На самом деле, это духовная гордость Спасибо, они так делают Спасибо, надо Спасибо I think that we need to also know the difference between praise and flattery Flattery, you know, when you flatter somebody То есть, нужно различать, когда мы хвалим действительно по делу чистого сердца и когда это лицемерие. Мы хвалим характер. Мотивируйте таким образом. Посмотрите на плод радости. Любовь, радость, мир, благость, долготерпение. Если вы хвалите библейский характер, то вы ободряете людей. Потому что каждый может это сделать. Но если вы хвалите только достижение, я говорю только, потому что на самом деле нормально тоже хвалить за какие-то достижения. Но если мы только за достижение хвалим, это расстраивает других людей. Потому что они могут не достичь того, что достигает. Я знаю человека, у которого был бизнес. И у него были определенные дни, когда он отмечал сотрудников. не только за достижение или продуктивность, но за их характер. И был человек в его компании, которого никто не любил. У него был очень скверный характер. Он всегда был злой, и люди избегали его. И вот этот хозяин, он начал раздавать награды за характеры. И когда он позвал того человека, все подумали, ого, ого, ого. Что про этого-то он может сказать хорошего? Никто не любит его. И даже этот человек был вот такой вот. Даже не знал, что он сейчас услышит о себе. И он, и этот хозяин сказал, я хочу тебя публично поблагодарить. И здесь как бы вызов. И эти люди подумали, что же он может сказать действительно честно, похвалить его, а не лицемерить. И этот хозяин придумал, что, ну, то есть, заметил, что этот человек, он верен в том, что он приходит всегда на работу вовремя. И никто не мог этого оспорить, потому что он действительно всегда вовремя приходил на работу. И этот сотрудник, он был очень искренен. В смысле, этот хозяин. И он сказал, спасибо тебе за твою верность. Он сказал, спасибо за то, что ты всегда вовремя на рабочем месте, когда начинается рабочий день. И он сказал, я хочу, чтобы ты знал, насколько я тебе за это благодарен. Что ты сделал это приоритетом, что ты верен. И ты воспринимаешь свою работу серьезно, хочешь быть вовремя. И можно было видеть, как он вот такой вот... И что он стал себя чувствовать хорошо. И знаете, что произошло? Он начал изменять свое отношение, свое поведение. And он стал перемениматься. Он начал перементироваться. Его не было... Он стал перементироваться. Его не было неспos jorn Pie as Ну аgemенно онmudен. По словам, volleyballego неials. Вы понимаете? Он был всегда being corrected за его отцессу, он не oldu생, Peki. И таким образом, благодаря тому, что он начал правильно отвечать на то, что его хвалили, он также начал воспринимать критику. Я слышал об отце, который делал то же самое со своим сыном. Постоянно исправлял своего сына. Ты не делаешь это, не делаешь то, не делаешь вот это. И сын только злился все больше и больше, и бунтовал все больше и больше. И Дух Святой обличил отца, и отец сказал, что я должен хвалить его. И за его верный характер и за то, что он делает правильно. И ему пришлось действительно подумать и вспомнить все положительные вещи, которые совершил его сын. Но когда он начал удерживать свой язык на негативные вещи, начал хвалить его за положительные, и сын начал также исправлять свои неправильные вещи. Это смотивировало его меняться. Это смотивировало его меняться. И это мотивировало его исправить то, что отец всегда требовал, но он не выполнял. Поддерживание или восхваление как бы характера это одна из целей власти. Похвала характера. И четвертое – это ясное направление для принятия жизненно важных решений. Кто последний читал местописание? Вита не читал. Романс 14, 23. Римлянам 14, 23, да, Вит? Артём. Матфея 18. Борис. Матфея 15. Извините, ты сказал... Матфея 8, 10. А, я слышал 18. Нет, нет, извините. Матфея 8, 10. И Борис. Матфея 15, 21-28. Боря. А сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не поверит, а всё, что не поверит – грех. Всё, что не поверит – это грех. Правильные решения основаны на вере. Мы часто не знаем, что делать, но когда у нас есть вера, у нас есть дерзновение, чтобы встать и сделать что-то. Что такое вера? Это, как бы, видение того, что Бог намеревается сделать через нас. Это способность видеть то, что Бог хочет сделать в нашей жизни. Или через нашу жизнь. Одно из основ веры является то, что мы видим, как Бог действует и делает то, что Он намеревается через нас для других. У меня, я в своей жизни принял несколько таких основных решений, важных. И эти решения я принимал, советуясь теми людьми, которые находились надо мной, и которые тоже способны были определить, что Господь делает для меня или со мной. Нам нужен совет, нам нужно подтверждение от власти, к которой мы принадлежим. И в Новом Завете отмечены двое людей, которые имели великую веру. И оба они также сталкивались с властью. А первое — это отрывок о сотнике, который попросил прийти, чтобы Иешуа пришел и исцелил его слугу. И согласно его пониманию жизни, жизнь была взаимосвязана с... Это был как бы такой цикл между подчиненными и теми, кто... и властью. И он считал, что Царство Божие должно действовать по тому же принципу. И он сказал, Иешуа, скажи только слово, и мой слуга исцелится. Потому что я сам подвластный, но также имею власть, и то, что мы говорим, оно исполняется. И он сказал, так что скажи только слово, не нужно даже приходить, и он исцелится. Что Иешуа сказал? Матфея 8, 10. Услышав это, Иисус удивился и сказал, идущим за Ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Я не нашел такой великой веры. Второй пример также касается правильного отношения к власти. Матфея 15, 21, 28. И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала Ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившись, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». А она, подошедшей, кланялась Ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию Твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. Как бы реакция Ишуа кажется довольно жесткой. Но она, эта женщина, она не отреагировала гордо. Она не сказала, «Вообще не могу поверить своим глазам, что кто-то подобный Тебе может такое говорить». Но она сравнила себя, она действительно приняла к себе это сравнение с собакой. Она хотела исцеления для дочери, поэтому смирила себя. И когда Ишуа увидел ее веру, он сказал, «Велика Твоя вера». То есть, Ишуа на самом деле отметил всего лишь двух людей в Новом Завете, говоря о том, что они имеют великую веру, и свидетельство о них на века. Представьте себе, какая великая награда. Тем, кто проявил смирение. Наша вера умножается, когда Бог видит, как мы относимся к тем, кто поставлен над нами. Отец, благодарим за этот класс, за студентов. И мы молимся, чтобы мы правильно распоряжались властью, и чтобы мы правильно реагировали на власть. Пусть будет велика наша вера, так как мы связаны с властью, которую Ты поставил над нами. И Ты дал нам власть над определенными людьми. Во имя Ишуа. Аминь. Будьте благословенны.